Спортивные способности у Веры Каянкиной заметили преподаватели, поэтому ученицу школы номер 13 приглашают поучаствовать в летнем фестивале ГТО второй год подряд. В этот раз юная спортсменка была серьезно настроена показать лучший результат и получить золотой значок ГТО. В прошлом году мы отжимались, мальчики подтягивались, бегали также. Мне больше нравится подтягивание, потому что это мне легче всего получается. Ежегодный летний фестиваль ГТО прошел на стадионе ИКАР. Между собой соревновались команды школ города. Дети от 9 до 17 лет пробовали силы по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. Разные виды испытаний. Сегодня такие, как бег на короткие дистанции 60 метров, бег на длинные дистанции будет от километра до трех километров, тоже в зависимости от возраста ребенка. Метание снаряда спортивного в длину, прыжок с места в длину, отжимания, подтягивания. Призовые места судей распределяли по возрастным группам, в командам и личным первенствах. А результаты всех испытаний ребята смогут увидеть в своем личном кабинете участника ГТО. Выполняете нормативы ГТО, которые обязательно вам помогут в будущем. Даже уже в этом году принято решение на уровне правительства, что не только за золотой знак, отличие к ГТО будет присваиваться дополнительный балл при поступлении в вузы, но еще серебряный и бронзовый. Поэтому все знаки имеют свою ценность. По итогам общекомандного зачета Кубок летнего фестиваля ГТО за первое место получила команда «Школа номер 11». А призеров личного первенства наградили дипломами, медалями и сувенирами комплекса ГТО. Светлана Ярунова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.